Сегодня я хочу рассказать вам об историческом памятнике на территории Огненска, который, к сожалению, не дожил до наших дней. Еще в 1970-х годах на улице Шацкого, на склоне Оррага, в котором течет речка Репенко, стоял большой двухэтажный дом, низ каменный, вверх деревянный. Сейчас его можно увидеть только на фотографиях и на картинах Огненских художников старшего поколения. Построен дом был в начале 20-х годов XX века в колонии «Бодрая жизнь». Это был клуб-столовая. На первом этаже кухня и котельная, а на втором этаже в просторном помещении в 1924 году организовали клуб для сельской молодежи. Здесь проводили лекции, устраивали спектакли, концерты, танцы. На мероприятие собиралось до 80 парней и девушек из окрестных деревень. Просвятительская деятельность колонии «Бодрая жизнь» сыграла большую роль в повышении культурного уровня местных жителей. Хранил этот старый дом память о Великой Отечественной войне. 31 декабря 1941 года в бывшую колонию «Бодрая жизнь» на санях приехал командир 53-й стрелковой дивизии Александр Фёдорович Наумов. В доме он устроил свой командный пункт. Здесь встречал новый 1942 год. Это была очень тяжелая новогодняя ночь. На улице Мево мороз минус 30 градусов. Ждали вестей от полков, освобождавших Малый Рославец, но их не было. Донесения поступили только в 6 утра. Шли тяжелые бои. Окончательно Малый Рославец был освобожден утром 2 января 1942 года. Ещё одна примечательная страница истории дома открылась в сентябре 1973 года. Директор детской художественной школы и председатель творческого объединения художников Обнинска Тамара Фёдоровна Кашина добилась у городских властей передачи помещения в бывшем клубе столовой колонии «Бодрая жизнь» под мастерские художников. В то время на первом этаже здания был магазин семена, а позже пункт приёма стеклотары. На втором этаже в левом крыле располагалась велобаза детской и юношеской спортивной школы. В правом же крыле разместились мастерские художников Алексея Тихонова, Александра Шубина, Бориса Шаванова, Владимира Шахраева, Василия Мелехова, Надежды Сизовой. В мастерских было электрическое освещение, а потопление – печное, да перед дровами, которые сами же кололи. Творческая атмосфера царила замечательная. Создавались новые произведения, увозились на выставки работы, принимали увлечённых искусством гостей и коллег. В 1974 году Алексей Тихонов сопечатлел здание, где были мастерские. Туманное утро, дорожка, ведущая в парк, человеческая фигурка на ней. Получился очень лиричный, мастерски написанный осенний пейзаж. Также в фондах музея хранится картина Василия Ивановича Мелехова «Этюд из прошлого». Работа написана уже в 2006 году. Дом изображён здесь с другой точки зрения, от парка. На первом плане – цветущий склон Репинского обрага. 70-летний художник вспоминает старую мастерскую, где начиналась его творческая жизнь. К концу 1970-х годов художники переехали в новые мастерские на улице Звёздный, а дом был снесён. Позднее здесь построили здание Досаав. Досаав.